Доброе утро! Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех причастных родителей с праздником, с новым учебным годом. Я, между прочим, безо всякой иронии это говорю. В любой ситуации давайте искать какой-то позитив. Например, теперь у вас дома должно стать значительно тише. А может быть у кого-то появится, наконец, возможность прибраться в детской комнате. Ну и самое главное, порадуемся за наших детей. Встреча с одноклассниками после долгого перерыва тоже событие. Все-таки из приятных. Можно сказать, что для многих именно сегодня, с понедельника, начинается новый учебный год. Пусть он будет гладким, позитивным и без стрессов. Эх, вот и лето прошло. Встречаем осень. Самое загадочное время года, между прочим. Это «Утренний вестник». И вот о чем сегодня. Как изменится жизнь после первого сентября? И касается эта информация не только школьников. Подробности в рубрике «Бисер». Талант не главное, а главное – желание. Предложим вашему вниманию очередной кулинарный лайфхак. Хотеть недостаточно, надо действовать. Осень, как правило, время перемен. С главными целями на сезон делятся пермики. Люди говорят. Играют все в преддверии юбилея перми. На заводе Шпагина коллекционеры представят 300 советских игрушек. Хандрить нынче не модно. Как сохранить душевное и физическое состояние на уровне осенью? Здоровье для. В сентябре выбрать то или иное мероприятие для посещения, конечно же, намного проще, нежели летом. Как говорится, на любой вкус и цвет, и театры, и концерты, и фестивали все доступно – главное желание. Определиться с выбором поможет рубрика «Бисер» и ее бессменный ведущий Станислав Уланов. Это я. Слушай, ну, за время летних каникул, за время вот этого однообразного времяпрепровождения на грядках сформировалась какая-то тоска по мероприятиям, честно говоря. И чем более светское мероприятие, тем больше его хочется и жаждется. Скорее расскажи. Ну, вот я не знаю, я после окончания затяжных, так скажем, летних каникул больше всего тоскую по каким-нибудь затяжным осенним каникулам. Но, тем не менее, действительно, с наступлением учебного года, в том числе, в Перми, есть чем заняться прямо сейчас. Расскажу об этом в рубрике «Бисер». Давай скорей. И снова здравствуйте. Надеюсь, вы смотрите нашу программу с чашечкой хорошего ароматного чая. Я тут прочитал в интернете, что чай продлевает жизнь. Риск преждевременной смерти среди тех, кто выпивает минимум 2 чашки чая в день на 9-13% ниже, чем у тех, кто не пьет этот напиток. К такому выводу пришли британские, правда, ученые. Ну, и вообще, ко всяческой информации в сети сейчас нужно относиться с особенной осторожностью. Как я прочитал, опять же, в интернете, число фейков в нем и в медиа в целом за последний год превысило показатели за десятилетия. Но что поделаешь, все равно приходится новости читать или от нечего делать пялиться в экран. Хотя само это занятие приводит не только к прокрастинации, но и к преждевременному старению ваших клеток. Это еще одно исследование американских ученых. Так что то, что смартфоны и планшеты запретили на уроках в школах, это правильное решение. Официальный запрет на использование мобильных во время уроков от Минпросвещения мера пусть и заметная, но не самая заметная. Вот то, что учебная неделя теперь будет начинаться с поднятия флага и гимна, гораздо более обсуждаемая новелла сентября. Как и воспитательная роль школы в целом. Об этом завтра в программе собеседники будут говорить председатель городской думы Дмитрий Малютин и директор 2-й гимназии Людмила Суханова. Не пропустите. Между тем, с сентября нововведения произошли не только в системе образования. К примеру, снова изменились правила техосмотра и на этот раз в сторону смягчения правил. Теперь, к примеру, на частных легковых автомобилях больше не будут проверять. Наличие аптечки, огнетушителя, дорожного знака аварийная остановка, уровень шума выхлопной системы, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, при этом исправность дворников проверять будут по-прежнему. Ну и еще несколько пунктов. Что, впрочем, конечно, не означает отсутствие необходимости следить за исправностью своего авто. Оркестр исполнит саундтреки из серии игр The Witcher в 23 городах России в Перми 10 сентября. Там даже два объединенных оркестра. Но если вам это ни о чем не говорит, тогда, может быть, это и не ваше. А вот если вы поняли, о чем речь, тогда, вероятно, вас сможет заинтересовать следующая информация. Сейчас в Перми проходит региональный кубок по киберспорту. Вот 10 сентября как раз будут игры по CSGO, а 11-го по Dota 2. А вот следующая информация, напротив, для киберспортсменов без надобности. Они же сидят за своими компьютерами безвылазно. А я для тех, кто вылазит в люди, расскажу о погоде на этой неделе. Шанс на бабье лето, по мнению синоптиков, в Прикамье есть, но не на этой неделе точно. В третьей декаде месяца, то есть где-то в 20-х числах. А пока ожидается прохладная погода и небольшие осадки в течение ближайшего времени. Днем будет около плюс 10 и чуть теплее временами, а вот ночные температуры совсем осенние. В некоторые дни ночью будет около плюс 1. В Перми на этой неделе должен открыться блошиный рынок. В центре городской культуры этот проект назвали Пермь-винтаж. 10 сентября будут продавать посуду, домашний текстиль, предметы интерьера и декор. Тема быт. Ну и помимо, собственно, блошиного рынка будет образовательная программа, музыка, еда и бар. А вот я еще тут вычитал. Микроперерывы до 10 минут, которые вы делаете за работой, помогают вам спастись от эмоционального выгорания. Так что вот если вы как раз еще не делаете такие перерывы, делайте. Ну и оставайтесь с нами. Это тоже способствует бодрости духа. Пусть эта неделя вам понравится. Многих однообразие жизни доводит до ощущения дня сурка. Чтобы хоть как-то это изменить, мудрецы говорят, начинать нужно с малого. Предлагаю начать с еды. Ведь блюда, которые мы употребляем на завтрак, обед и ужин, тоже бывают однообразными. Порадуйте как-нибудь себя и своих близких прохладным сентябрьским вечером, приготовив что-то такое этакое. Ну а кулинарный лайфхак мы сейчас вам подскажем. Я всех приветствую. Здравствуйте, мои дорогие кулинары. Меня зовут Максим Цыгвинцев. И это программа «Кулинарный лайфхак». Ну что ж, сегодняшний рецепт будет крайне простым, но при этом очень интересным, да, ведь как обычно с моими фишками и лайфхаками. Значит, сегодня будет сэндвич Кубанус. Ну такой а-ля в стиле Кубанус. Это кубинский такой бутерброд. Значит, смотрите, ну что мне нужно? Для начала я подготовлю огурцы. Важный такой момент. Я беру огурчик и нарезаю вот так вот кольцом. Нам надо их высолить хорошенько. Вот я сейчас огурцы буду раскладывать на противенечек. Ничего сложного сегодня не будет. Хорошенько эти огурцы высолю. Для чего я буду это делать? Соль будет проникать в огурец, разрушать мембрану и доставать из огурца влагу. Но при этом огурец будет оставаться дико хрустящим. То есть мы сначала вот эту вот процедуру всю сделаем. Примерно час должны так огурцы постоять. И потом мы это дело будем мариновать уже таким горячим маринованием. И возьму лук. Лук тоже не помешает. Мы тоже его подмаринуем вместе с огурцом. И сверху так вот брошу. Все. И вот так вот эту историю нужно оставить на час. Так, друзья, плавно перехожу к тому факту, почему я сегодня выбрал вот этот сэндвич Кубанос. Все очень просто. Я сегодня представляю, так сказать, марку магазин хороший. Это мясной магазин, хороший мясной магазин. Посмотрите, какое прекрасное у них копченое мясо. Вот ребята делают вообще крутые штуки. Они делают это самостоятельно, коптят в коптильнях. Получается, у них и свинина, и говядина. Вот я сегодня возьму разное мяско. Здесь, по-моему, до окорок, да, по-моему, корейка. Ну, это, собственно, не важно. Оно все очень вкусное. И поэтому, вот исходя из этого факта, я решил вот такой вот бутерброд вам сегодня показать. Тем более, он очень классно сочетается именно с этими маринованными огурцами. Маринованное, копченое. Бам! И вам очень вкусно и великолепно. Сеть мясных магазинов хорошей. Мясная продукция высокого качества. Говядина, свинина, курица. Собственное производство полуфабрикатов из натурального сырья. Без консервантов и красителей. Ароматный шашлык, сочные купаты и колбаски для гриля. А также молочные фермерские продукты. Хороший всегда рядом. И цены хорошие. Значит, смотрите, я готов к маринованию огурцов. У меня прошел час примерно, да, так сказать. Я выливаю воду. Друзья, вот обычный уксус. Обычный 9% наш русский уксус. В этом случае супер идеально подойдет. Я вот так вот выливаю уксус. И мне нужно сейчас сбалансировать вот эту кислоту с сахаром, сладостью. То есть мы берем сахар. Обычный такой маринад. В маринад я всегда люблю добавлять вот такой вот целый кориандр. Отлично, он тоже сочетается и подходит. Я его немножко вот так вот помну. Все, мне сейчас нужно только лишь довести маринад до кипения. И затем я опущу туда огурцы с луком. Вот закипает у меня маринад. Такой кисло-сладкий. И я прямо без тени сомнения опускаю туда огурцы. Все, вот огурчики начали темнеть. Все, я огурчики снимаю. И вот так вот откидываю на сито. И даю огурцам вот так вот пока остыть. Я пока натру сыр. Это тоже важная часть. С сыром всегда веселее. Ну и собственно можно начинать сборку нашего сэндвича. Мы сделаем два сэндвича. Для красоты. Поэтому идем 4 ломтик хлеба. Все, мы начинаем собирать сэндвич. Смазываем хорошенько горчичкой. Так, затем я выкладываю побольше вот так вот мяса. Так, выкладываю наши огурчики. Смотрите, я вот сейчас так вот кладу хлеб. И очень сильно его прижимаю. Все, нагрелась у меня досочка. И кладу сначала на сырную сторону. Вот такой вот прекрасный сэндвич с самодельными маринованными огурцами. И вкуснейшим копченым мясом от магазина Хороший, друзья. Просто муа. Какая красота. Все, друзья мои, готовы наши сэндвичи. Я один с удовольствием так вот разрежу. Друзья мои, я сейчас буду есть вот этот вкуснейший сэндвич, который я приготовил своими руками. Меня зовут Максим Цыглинцев. Кулинарный лайфхак, кулинарная школа Папина кухня. До скорых встреч. До свидания. Недавно специалисты провели исследование, выясняя, на что нынешние родители тратят больше всего денег. Ответ оказался очевиден до невероятного. На игрушки даже подгузники оказались только на втором месте, не говоря уж о книгах, которые замыкают тройку трат лидеров. Отсюда и самая большая печаль родителей. Дети уделяют дорогущим игрушкам до обидного маловнимания. Буквально день-два и очередная кукла пылится в ящике с добрым десятком своих собратьев. А ведь мы себе такого в нашем детстве позволить не могли. И поэтому многие наши игрушки сохранились до сих пор. Только вот купить их уже не так просто. Сегодня это уникальный коллекционный товар. Сделай сам. Сегодня это кажется почти невероятным, но были времена, когда дети сами могли соорудить себе игрушку. Причем делали это грамотно и изобретательно. Это перед главным семья Бецких. Константин Бецких, когда был в шестом классе, на уроке труда, делал вот такую игрушку. То есть как и все, собственно, мальчики в то время. Игрушка сделана из дерева. По принципу цирковой игрушки. Но герой взят не из цирка. Вы видите здесь волка, да, из всем известного. Ну, погоди. Но игрушку умеют вот так делать. Отдельное место в воспитательном процессе периода взросления наших мам и пап занимали настольные игры. Они ориентировали участников на командность и взаимные достижения цели. Казалось бы, невинная игра в колобка – это начальные курсы в освоении риторических приемов. Такое выписывали вецкие сады и покупали для семейной игры. Это игра колобок. Ну, это вообще просто домашний театр настольный, который, в принципе, показывает, что можно разыграть определенную сказку с определенными героями. И вот здесь они велика. Иногда эта игра была такой, что нужно было разукрасить самим, одеть самим игрушку, да. Здесь уже готовая. И вот эти игрушечки с подставками, со специальными. И когда у каждого персонажа есть свои слова, как вы понимаете, да, которые все знают. И вот, в принципе, здесь вы видите, что ребенок может любую роль примерить на себя. Он не только сам играет. Играют его родители, играют его братья, сестры или друзья. И он учится постоянно каким-то образом взаимодействовать с другими. Ну и, наконец, детский компьютер. Ну, кого сейчас им удивишь? Но этот экземпляр, пожалуй, все-таки впечатление производит. Одна из индивидуальных игр, вот такая, которая помогала ребенку учиться, это такой вот компьютер детский. Это игра конца 70-х, начала 80-х годов. Конечно, в прямом плане это не совсем компьютер. Это вот такая решеточка, к которой прилагались различные карточки. И эти карточки содержат разную информацию. Вот, например, по геральдике, да, значит, по каким-то бытовым предметам, посуде или математические карточки. Все примеры ребенок должен был решить сам. И когда он решал этот пример, поднималась створочка, и там он видел результат. То есть он мог себя проверить. Вот таким образом. Немного наивно, но так трогательно. Эта коллекция игрушек от выставочного зала Кировского района войдет в большую выставку, которая состоится 9 и 10 сентября. Она пройдет на площадке завода Шпагина. Объединит 35 частных коллекционеров. А называется она 300 советских игрушек в честь 300-летия Перми. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Кто из нас не произносил в преддверии боя курантов знаменитую фразу «Все, с нового года начинаю новую жизнь?» Ну, а потом безудержность праздничной новогодней ночи, веселье, плавно перетекающее в 23 февраля. Ну, а там, естественно, 8 марта и «Здравствуй, весна». Как, скажите мне, найти время тут для новой жизни? А планы могут быть разве что только на очередной отпуск. А ведь можно начать отсчет нового года именно осенью. Ведь не случайно же до указа Петра Первого новогодний праздник отмечался именно 1 сентября. Вполне разумно. Урожай собран, можно планировать следующий год. Так вот, если вы давно мечтаете о переменах, сейчас для них самое время. И у нас на эту тему люди говорят. С приходом первых осенних дней мы успели перевернуть календарь, поностальгировать по теплой летней погоде, промокнуть под дождем и насладиться меняющимися, как по часам, пейзажами. Ведь осень – это время перемен. В группе телекомпании «Ветова» ВКонтакте узнали, как подписчики относятся к осенним переменам. Жизнь продолжается, как и раньше, а перемены происходят в каждом сезоне. Так считают 40% респондентов. Отмечают меняющийся пейзаж за окном, настраивают распорядок дня и видят изменения в настроении 29% подписчиков. А вот 22% считают, что осенью происходит сезонная настройка себя ментально, эмоционально и физически. Не радуют осенние перемены 7% подписчиков. А вот что люди говорят на улицах города. Мы их должны сами создавать и сами решать, и потом получаем от этого удовольствие. Весит от настроения, но чаще, да, так и считаю. Были примеры уже, что осенью что-то настраивалось, жизнь лучше, работа какая-то более интересная, становилась? Может, какие-то знакомства интересные? Сейчас не вспомню, наверное, сразу так. Но хочется в это верить всегда. Осень – это время для больших перемен. Да, конечно. С чего они начинаются? Мне 20. Сегодня? Или осенью станет? Нет, осенью. Осенью. То есть исчисления годов, лет, они происходят в осенний период. Да. Ну а что еще меняется? Комната. Комната. И погода, соответственно. Погода тоже. Ну и курс, конечно. Все это в осенние дни. Да. Безусловно. Осень – это время, когда все меняется. Все меняется в природе, все меняется в душе человека. И не зря это начало нового года в календаре других народов. То есть, да, конечно же, это такое время переосмысления, время постановки новых задач, целей, нового мироощущения, нахождения душевного состояния. К сожалению, опять мы все чаще возвращаемся к теме коронавируса. Цифры по заболеваемости растут, и какие меры нас всех ждут, пока никто не может ответить. Обезопасить себя от этой хвори – вот главная задача на сегодня, и касается она абсолютно каждого. Ажиотажа не обнаружили. Однако уже вчера, несмотря на праздник 1 сентября, в этом пункте вакцинации в торговом центре Спешилов привились 28 пермяков. Осенняя прививочная кампания только начинается. Открыли пункт вакцинации и ревакцинации коронавирусной инфекции, грипп и пневмококковой инфекции. Вакцина в наличии спутник ВИИ, он же гамкоид-вак, первый и второй компонент. Ревакцинацию производим вот первым, либо вторым компонентом. А вакцинацию, как обычно, двухступенчатой. Первым, через три недели вторым компонентом. Здесь есть пациенты, которые уже и прививки ставили, и болели коронавирусом, но в легкой форме. Признаются, что благодаря вакцине. Новые волны ковида теперь не сильно боятся. Потому что у меня есть прививки. Вот после моей болезни прошло полгода, я снова пришел, чтобы в очередной раз сделать вакцину. Этот пункт вакцинации будет работать до 4 сентября. Привиться уже сегодня можно и в торговом центре «Планета». Там врачи работают в четверг, пятницу и в субботу. Еще один пункт откроется в гипермаркете «Семья» на улице Революции, 8 сентября. Скажите, вы опасаетесь новой волны коронавируса? Ну, в целом, конечно. Это уже испытанная заразная вещь. Пока носить маски в торговых центрах не обязательно. Врачи лишь рекомендуют надевать их в местах скопления людей. Однако, кто знает, может быть совсем скоро этот аксессуар вновь будет лежать у нас в каждом кармане. Валентина Ткач, Александр Наприенко, телекомпания «Ветта». Газеты – источники информации, о которых можно говорить бесконечно. Все, что тревожит, все, без исключения слои населения, здесь у нас. Пресс-парад. С 2023 года в российских школах появится новый предмет – основы духовно-нравственной культуры народов России. Как отмечает Минпросвещение, новый предмет станет смысловым продолжением курса основы религиозных культур и светской этики, который изучают в четвертых классах. Дисциплина посвящена основам православной, исламской, буддийской, иудейской культуры, а также светской этики. С начала этого учебного года в российских школах также запускается патриотический проект «Разговоры о важном». Проект предполагает, что начиная с 5 сентября 2022 года, каждый понедельник во всех школах страны будет начинаться с внеклассного занятия на основные темы, связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. На фоне отмены туров иностранных артистов, объемы продаж билетов на концерты в России упали более чем вдвоем по сравнению с допандемийным 2019 годом. Также, по оценкам участников рынка, покинули страну или перестали выступать до 30% российских артистов. Оставшиеся, полагают промоутеры, не смогут компенсировать потери. Теперь игроки ищут другие форматы массовых мероприятий. В целом, продажи билетов на концерты в России за первое полугодие этого года упали на 56%. Эксперты также отмечают, что зрители стали чаще ходить в театры и на мюзиклы. Рынок последних в 2022 году вырос на 38% по сравнению с 2019 годом. S7 стала первой авиакомпанией в России, которая разрешила своим бортпроводникам носить бороду, иметь татуировки на открытых частях тела и красить волосы в яркие цвета. В пресс-релизе S7 сказано, что авиакомпания приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов. Также бортпроводницы больше не обязаны носить обувь на каблуках и могут надевать балетки или лоферы на плоской подошве. Представители авиакомпании убеждены, что нестандартный цвет волос или наличие татуировок не определяет профессиональные качества сотрудника. Главное – это здоровье в любом возрасте. Но чтобы его хватило, на старость беречь его следует начинать как можно раньше. Предлагаю прямо сейчас. Здоровье для... Осень нынче максимально пунктуальна. Первые дни сентября и за окном серьезно похолодало. Да еще и темнеть начнет ближе к восьми вечера. Угнетает. Но не будем поддаваться этим факторам. Будем себя радовать. Во-первых, не забываем про физическую нагрузку, да, не впадаем в спячку. Все равно продолжаем двигаться, продолжаем себя искать занятия. Ну и, конечно, обратить внимание на питание надо. В холодное время лучше питаться теплым, да, горячим. Осенью именно обратить внимание на то, как мы едим сладкое. Но начнем непосредственно с еды. Обратите внимание на супы и на мясо, если вы, конечно, не вегетарианец. Я не против мяса, хотя была вегетарианкой. Не против каких-то сыроедения. Все это должно быть в меру. То есть смотрим на ощущения в организме, смотрим на, как подходит та или иная диета, тот или иной образ питания. И уже от этого отталкиваемся. Потому что действительно кому-то белковая диета подходит. Завтрак, обед и ужин в белке. Да, а кому-то это категорически противопоказано. То есть здесь все по ощущениям. Консистенция у супов пюре должна быть особенная. Не забываем, что супы пюре, если они совсем полностью переделаны, лучше есть с гренками, с какими-то кусочками. Я, например, иногда оставляю картофель в суп пюре, ну, непроделанный. То есть не должна быть совсем мягкая пища. Пожевать пюре. Да, чтобы можно было пожевать, чтобы вырабатывались ферменты. Потихоньку убираем из рациона мороженое и все холодное. Ну и наша психика устроена таким образом, что в пасмурные дни нам хочется себя побаловать чем-то сладким. Нельзя себя сильно ограничивать во вкусняшках. Тут уже опять начинаются сильные ограничения. И либо человек может сорваться, когда долго-долго себя ограничивает. Ну, либо просто-напросто постоянно в этом вот напряжении, ограничении жить тоже невозможно. Просто постараться, постараться, ну, норму знать, свою норму. То есть если это раз в неделю куда-то сходили и поели чего-то вредненькое, я не думаю, что это серьезно навредит. Но опять, почему я сказала не думаю, если это какой-то спортсмен, который готовится к соревнованию, конечно же, выпадение из рациона, вот это выпадение из графика, это навредит. А если вы обычный человек, ведете обычный образ жизни, то, конечно, поход в ресторан и там даже, хотелось сказать, переедание. Ну, даже переедание, оно такого вредания нанесет. Просто в следующий день после переедания устроит разгрузочный день. Порадуйте себя витаминами, но не теми, что продаются в аптеках, а настоящими, например, которые растут на огородах. Да и вообще, пусть блюда на ваших столах будут яркими в эти паспурные дни. Все это полезно для настроения, но и здоровья для... Журналист журналисту, конечно, рознь. Потому неудивительно, что в некоторых случаях журналисту выражают почет и уважение, но в других гонят его, как говорится, поганой метлой. Так неужели быть журналистом в наши дни уже не престижно и даже не модно? Ответ, мне кажется, лежит где-то очень глубоко. И искать его надо в вестоках. Ну, например, в Пермском доме Союза журналистов России. Мы находимся в Святая Святых для всех представителей средств массовой информации Пермского края. В Доме журналиста имени Аркадия Гайдара, где расположилось региональное отделение Союза журналистов. Именно здесь проходят все важные медиафорумы и конференции, а также первыми узнают о изменениях в работе СМИ. И сегодняшний день не исключение. На 25-й внеочередной конференции Пермского краевого отделения Союза журналистов выбрали делегатов, которые будут защищать интересы коллег, делиться опытом в Москве. Именно там, 29 октября, пройдет 13-й общероссийский съезд Союза журналистов России. Каждая возможность встретиться с коллегами из других краев, областей и регионов, она очень ценна. На таких встречах, съездах происходит и очень активный кулуарный обмен мнениями, обмен опытом, изучение у кого что, а как. Проблемы у журналистского сообщества нашего, по большому счету, общие. И каждый их решает по-разному. И поэтому использовать передовый опыт, конечно, нужно этой возможностью активно пользоваться. Согласно установленной норме, принять участие в съезде может один человек от каждых 200 членов регионального отделения Союза журналистов. Для Пермского края эта цифра равна четырем. В Пермском крае существует четыре клуба журналистского мастерства. Это территориальные клубы. Север, запад, юг, восток. Они объединяют местные газеты на уровне, по территориальному принципу. У каждого этого клуба есть свой руководитель-президент. Поэтому мы предложили, чтобы делегатами съезда были как раз руководители этих территориальных клубов журналистского мастерства. С тем, чтобы потом, после съезда, они приехали и уже у себя со своими членами клуба газетами, редакциями, могли собраться и рассказать, какие решения приняты, куда развиваются Союзы журналистов, какие у него перспективы. По итогам конференции единогласно было принято решение, что Пермский край на общероссийском съезде представит заместитель главного редактора Лысинской газеты «Искра» Андрей Кудрин, главреды Соликамского медиа-центра Наталья Кузнецова и газеты «Вперед» Лариса Огородникова из поселка Октябрьский. Также Юлия Сидорова, главный редактор газеты «Нива». Пятым делегатом съезда от Прикамья станет председатель Пермского краевого отделения Игорь Лобанов. Они первыми узнают о тенденциях развития средств массовой информации, а также задачах, которые стоят перед журналистским сообществом страны в настоящее время. Полина Преснюкова, Сергей Антонович, телекомпания «Ветта». В первое воскресенье сентября в России отмечали День работников нефтяной и газовой промышленности. Это особый день для сотрудников одного из крупнейших в России газотранспортных предприятий – общества «Газпромтрансгазчайковский». В свой профессиональный праздник газовики традиционно подводят итоги проделанной работы. Подробности далее. В летний период, когда объем транспорта газа снижается, на производственных объектах общества «Газпромтрансгазчайковский» проводится плановое обследование и ремонты, как на компрессорных станциях, так и на линейной части магистральных газопроводов. Общество «Газпромтрансгазчайковский» эксплуатирует 15 магистральных газопроводов общей протяженностью более 10 тысяч километров. Возраст большинства из них – 30-40 лет. Их состояние под постоянным контролем газовиков. Для обеспечения безаварийной работы в 2022 году на линейной части планируется заменить более 26 километров трубы, в том числе 19-километровый участок на газопроводе «Урингой-Центр-2». Мы периодически проводим внутритрубную диагностику трубы. И на данном участке очень много было дефектов обнаружено. И поэтому было принято решение не выборочно менять, а вот иди с такой сплошной заменой трубы. В настоящее время во всех 12 линейных производственных управлениях от Горнозаводска и Гремячинска до Октябрьского и Можги завершается подготовка газовых объектов к эксплуатации в осенне-зимний период. Особое внимание было уделено переходам – участкам газопроводов, проложенных через естественные и искусственные препятствия. Это водоемы различной ширины, железные и автомобильные дороги. По результатам ВТД пришел отчет, показал дефект под дорогой в футляре. Поэтому приходится вскрывать прилегающие участки, доставать участок трубы, обследовать. Для устранения дефектов у газовиков чаще всего сжатые сроки, поэтому работы выполнялись несмотря на погодные условия. Масштабный ремонт этим летом был проведен на подводных переходах через Каму вблизи города Сарапула. Диагностическое обследование перехода, выполненное силами Инженерно-технического центра предприятия, показало, что есть недозаглубление и опасность подмыва трубы. Чтобы этого не произошло, подводные участки газопроводов были отсыпаны щебнем и камнем, общим объемом свыше 20 тысяч тонн. Для обеспечения бесперебойных поставок газа потребителям Пермского края и Удмуртской республики были проведены ремонты и на газораспределительных станциях. В эксплуатации предприятия – 122 ГРС. Так, в городе Чусовом всего за полгода был проведен капитальный ремонт станции, построенной 55 лет назад. Она автоматически полностью, можно управлять просто с помощью телемеханики. То есть, компетентизированная программа управляет ГРС полностью. Все открывается, закрывается автоматически. От стабильной работы общества «Газпромтрансгаз» Чайковский зависит газоснабжение не только двух регионов. Предприятие транспортирует голубое топливо в центр нашей страны, ближнее и дальнее зарубежье, играет важную роль в единой системе газоснабжения России. День работников нефтяной и газовой промышленности для газовиков Прикамья, а это более 8 тысяч человек – особый праздник. Это день гордости за свой труд, за родное предприятие, за газовую отрасль России. Любой менеджер гораздо убедительнее меня расскажет вам о пользе и важности командной работы. Один в поле не воин, как, впрочем, верно и то, что ответственность в любом деле должна быть все-таки персональной. И когда в дружном и слаженном коллективе есть такой человек, результаты могут быть рекордными, буквально легенды губернского города. В 60-е годы прошлого века Прикамская нефтяная отрасль уверенно занимает лидирующие позиции по добыче черного золота в стране. В 1960-м в Прикамье добывают чуть более 2 миллионов тонн нефти, в 65-м – почти 10 миллионов. Себестоимость пермской нефти – самая низкая в стране. Однако, несмотря на успехи, не все было гладко. Развитие новых месторождений тормозили низкие темпы проходки. Средняя скорость бурения тогда была в разы ниже, чем у передовых бурильщиков Татнефти и Башнефти. Летом 1960-го года буровым мастером Лобановской нефтеразведки назначают молодого буровика Алексея Некрасова. Он начинал свой путь в нефтянке в 16 лет простым буровым рабочим и к своим 27-ми уже имел статус опытного буровика, который с легкостью овладевает новой техникой и применяет передовые методы в работе. Лобановская нефтеразведка в те годы вела поисково-разведочное бурение на Васильевской площади, территории в полсотни километров на правом берегу Камы. В течение трех лет бригада Некрасова увеличила проходку в 10 раз, а по итогам 1963 года сдала 10 готовых к обустройству скважин. 30-летний Некрасов получит государственную награду – медаль за трудовую доблесть. В 64-м он поделится опытом в брошюре «Мастера скоростной проводки скважин», где опишет принцип своей работы. В мае того же года Некрасов, перенимая опыт башкирских коллег, переходит на новый форсированный режим бурения, в три раза сократив плановые сроки проходки. Средняя скорость бурения тогда составила 3420 метров на станок в месяц, или 41 тысячу метров в год, что явилось рекордом для бровых бригад Пермнефти. Это был успех. В 1965-м Алексей Некрасов переходит в контору разведочного бурения номер 8 в селе Тишково Осинского района Пермской области, где он с присущим энтузиазмом увеличивает темпы бурения крупнейшего осинского месторождения. Сегодня «Лукойл» добывает здесь более 600 тысяч тонн нефти в год. А уже через полгода, в 1966-м, Алексей Некрасов будет удостоен звания «Героя социалистического труда». К сожалению, жизнь знаменитого нефтяника оборвется через два года, в 35 лет, в результате автокатастрофы. Но его дело продолжат многочисленные ученики и коллеги. Априкамская нефтянка продолжит бить рекорды. Многие часто задаются вопросом, в какую секцию отдать ребенка. По правде говоря, выбрать всегда есть из чего. Хочешь в футбол, хочешь в боевые искусства. Но если вы прямо сейчас гадаете и не знаете, что выбрать, то смотрите наш следующий материал и отдавайте, не задумываясь, в самбо. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта, сильнейших спортсменов страны – новые соревнования. Но оттого серебряная медаль не становится менее почетной, а диплом все так же украшает подпись министра спорта страны. Именно такие трофеи привезла с собой в Пермь самбистка Евгения Фомичева. Своим результатом девушка довольна лишь отчасти. Первое место всегда лучше второго. А вот организация и турнир, который проходил в Казани – на все сто. На высшем уровне организация прошла. Очень все понравилось. Все ответственно, дисциплинировано было. Тренер спортсменки, он же старший тренер сборной Пермского края, уверен, Евгения вполне могла претендовать и на золото, но уже настраивает ее на будущие старты. Здесь должны будут помочь и родные стены, и зрители на трибунах. Конечно, Евгения показала не все то, что могла показать на встречах. Были моменты, когда она выключалась из борьбы. Но будем работать над этим. Сейчас идет подготовка к чемпионату России, который будет проходить в Перми в 2023 году. Ученые сделали полезное открытие. Они выяснили, когда супруги перестают ругаться. Оказалось, сразу, как только к ссорам, муж и жена начинают относиться с юмором. Правда, наступает этот период примерно через полтора десятка лет. К такому выводу пришли социологи, наблюдавшие сотню семейных пар в течение длительного времени. Долго, да? Долговато, пожалуй. Но зато теперь точно ясно, над чем стоит поработать. Над чувством юмора. Некоторые советуют развивать его просмотром комедий, читать Жванецкого, в конце концов. Просто почаще подшучивать над самим собой. Все верно. И очень, надо сказать, дальновидно. Я думаю, позитивный взгляд на вещи реально помогает не только в семейной жизни. Так что улыбнитесь. И многие проблемы покажутся не такими уж и серьезными. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова